Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, выходит для многих любимый роллинг, ну, может, кому-то роллинги не нравятся, но, тем не менее, кому они нравятся, кто их ждёт, пожалуйста, поддержите всё это лайком, я буду стараться для вас их записывать почаще, конечно же, зависит от ваших заявок, а заявочку можно оставить от 50 тысяч самоцветов по ссылочке в описании, там так и написано, заявки на роллинг, но не вздумай перематывать это видео, потому что оно, я надеюсь, будет интересно. Это по типу роллинг батла, но не роллинг батла, история заключается в том, что два приятеля, я не знаю, два человека, игрока, может, они враги, я не знаю, вот узнаем сегодня, они решили посоревноваться, посоревноваться в том, кому выпадет больше легендарных героев, и сегодня мы будем этот момент выяснять, так что у нас роллинг в этом видео сразу на двух разных ребят аккаунтов. У нас будет 5 раундов, по 10, по 15 тысяч самоцветов, и на каждом раунде будем определять победителя, и потом, в конечном итоге, по субъективному моему мнению, мы решим, кто же тут взял ребятушки и победил. Так что, давай там, запасайся, не буду больше говорить пельмешки, чай, вот это вот все, я читал уже ваши комментарии, что из-за моих приветствий многие уже потолстели, потому не будем расчехлять пельмехи и печенюхи, давайте просто жрать редиску, помидоры. Это майонезом все не будем поливать, будем поливать оливковым маслом, можете замутить песто-соус, и погнали смотреть роллинг. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Гриня, у него 56 тысяч самоцветов, друзья. Он находится в гильдии под названием, под каким названием, где вообще эта, ребята, гильдия? Где эта гильдия? Я не знаю, где эта гильдия, она, ребята, взяла и спряталась, я ее не могу найти, разглядываю тут всю базу, все как обычно происходит, Саша попал в небольшой тупничок. Гильдия, хаб гильдия, а он даже вообще без гильдии, друзья. Короче, 56 тысяч самоцветов, ну по сути, 55 тысяч самоцветов будем тратить, вот, и что у нас тут, что у нас, что? Давай сразу смотрим в нарцию, каких героев не хватает у Грини. Так, я думаю, что стандартно Мастер Рун, так, Донатный, 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 Дальше у нас Донатный, Берсерк, Мастер Рун, Донатный, Пепельная Матрона и Дама Холода, ну и Вождь Минотавров Донатный. В принципе, во время роллинга мы, конечно, будем обращать внимание на то, что если выпадет недостающий герой, но, тем не менее, будем смотреть по качеству роллинга, сколько там крутых редких героев выпадет. Так как я буду это делать все субъективно, потому напишите в комментариях, вы согласны с результатом, не согласны. Если еще кто-то проведет полную статистику, кому сколько героев выпало, то вообще шикарно, я ваш комментарий закреплю, его все увидят. Ну шо, переходим на второй аккаунт. Лайк поставь! Что, лайк? Лайк поставь! Второй аккаунт у нас принадлежит игроку под ником Дон, 100 Дон 100. Он находится в гильдии под названием 100 Пудов. 100 Пудово или я не знаю, если что, я как бы, ребята, извините, если неправильно сказал. Вступление через телегу, Калате 85, Вика 100 Пудово, атака фартов 20-0-0. И посмотрите, места на атаке фартов и на битве гильдий не так уж и как бы все хорошо, короче. 100 Пудово, вот название гильдии. А тут по недостающим героям у нас их тут, их тут, их тут, что тут? Мастер Ун, то же самое. Дальше то же самое, все то же самое. Леди Божество есть, Берсерк, Пепельная Матрона. А, вот тут Дама Холода есть. Ну, в принципе, даже по недостающим героям у них как бы все одинаково. Единственное, что у кого-то есть Дама Холода, а у кого-то нет. Так что возвращаемся на первый аккаунт, чтобы не запутаться и погнали тратить в первом раунде, не знаю, 10 тысяч самоцветов. Тут неудобно сделано у Грини то, что здесь не 55 тысяч самоцветов ровно, а 56 тысяч, потому надо будет оставить в конце 1527 самоцветов. Ладно, давай, погнали. Роллинг, не будем тормозить, 450, давайте этот раунд сделаем по 450. Ну и десятку потратим на 45 тысячах, остановимся. Купидон, рыцарь. Так, на Грини в конце всего Роллинга надо оставить 1600 самоцветов. Слушай, падают рыцари. Там, короче, херь какая-то падает. Вот, ну... Давай, малышник. Малышник. Так, ну... Что тут, что тут, ниндзя? Вообще падает фигня. Химера. То есть, конечно, малышник. Капитан Дрейк. Если на втором аккаунте вообще не будут падать леги, но выпадет какая-то там Фрея, то смело победу можно давать тогда Дону, я считаю. Потому что, ну, здесь хоть герои и нападали, но что-то они вообще как бы грустные, ни о чем. Первый раунд у нас прошел. Пока что у Грини вот такой вот результат. Посмотрим, Дон сможет перебить, не сможет перебить. Потому что там как бы в первом раунде вообще нифига не падало. Ничего интересного. Ну, если здесь будут такие же герои, ни о чем на и падать. И если их будет больше, то, соответственно, он выиграет. Если будет меньше, то как бы сами понимаете. Давай. Ну, опять же, я оцениваю это все субъективно. Ваша задача в комментариях оценить это уже по-своему. Череп. Ронин. Слушай, ну, мне кажется, Ронин уже как бы круче всего того, что выпадало на прошлом аккаунте. Ну, и плюс будет интересно, когда кто-то из вас подсчитает общее количество героев легендарных. Ворожей. Нет, тут Дон определенно выиграл. Тут в этом раунде Дон определенно выиграл. Фрэнки. Да. Ну, тут смотрите, какие герои падают. Леди Лео. Так. Причем они продолжают падать. Хотя вот сейчас остановилось. Но, как бы, ворожей, Ронин, Фрэнки это веселее, чем там Триант, Купидон и несколько малышей Ников. Так. И давай еще. Вот так вот. Вот так вот. Ну, первый раунд. За первый раунд присуждаем победу непосредственно Дону. У него уже есть одно очко. Ну, а мы возвращаемся на аккаунт Гринни. Друзья, тратим еще одну десятку. Десятку самоцветов. Останавливаемся на 35 тысячах. Так, Гриня, давай. Гриня. Ну, что, сможешь, сможешь, как бы, выровнять этот результат. Смерть и стрелок. Ну, тут уже добротный герой выпал. Еще одна смерть. Бог Грома. Гаргул. Ну, пока там, знаете, такой более-менее хороший герой. Это был именно стрелок. Ворожей. Смотрите, два неплохих героя. Бульдозер. Вот. Дону уже будет трудно перегнать этот результат. Ниндзя, Леди Лео и Рыцарь. Ну, хоть герои и выпали хреновыми, но, тем не менее, это было красиво и эпично. Можно очко отдать Грину лишнее, да. То есть, ну, как бы... Ну, то есть, если будет примерно одинаковый результат по героям, субъективный, да, то отдам победу Грине, потому что у него прям тут не дабл, а трибл выпал героев моментально. Давай, оп, 450 и как бы все. У нас вот так вот раунд закончился, но результат достаточно прикольный. Посмотрим, что сможет ответить аккаунт Дона. Тут тратим десяточку. Ну, как минимум, у Грини сейчас выпало два хороших героя, плюс красиво выпали три бесполезных героя. Я считаю, что это неплохо. И, заметьте, еще никому не упало недостающего какого-то сорванца. Это тоже немаловажно. Давай. Слушай, а что-то тут как бы он конкретно проигрывает. Посмотрите, десятка. Уже пятерка ушла в никуда. Просто пятерка, ребят, ушла в никуда. Медуза выпала. Смерть. И, ну и что? И что, все, что ли? Орес. Так, два раза по 450. И как бы тут, ну, никто не будет со мной спорить, ребята, в комментариях, если мы победу отдадим именно Грини. Потому что здесь на Доне десятку потратили просто, по сути, в никуда. Пока что счет 1-1, а у нас еще впереди сколько получается? Три целых раунда. Погнали. Третий раунд. Третий раунд. Блядь, такой фигней занимаемся. Ну ладно, главное, что весело. Я надеюсь, вы там, ну, кушаете редиску, да? Если нет редиски, кушайте огурцы. Так, Гриня. Тратим десятку. Вот. Счет 1-1. Это третий раунд. И полетели. Давай. Смотрим, что у нас тут по результатам. Останавливаю. Малышник. Ну, тут прям этот аккаунт проклят. Малышами никами сегодня. Что-то, знаете, мне... Кэнди, Кэнди. Что-то мне подсказывает, что по факту... Паладин. По факту... Еще третья Кэнди. Заклинательница. Ну, еще ни одного нормального героя не выпало. Валентина. Когда-то была крутой, но не сейчас. Что-то, по факту, возможно, мы не выбьем сегодня никому. У недостающих героев череп. Ну, реально, просто ни о чем на я херня. Пепельная Матрона. Пау. 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 Слушай, я вот сказал, что мы ничего не выбьем. И выпадает недостающая пепельная Матрона. Как раз на последнем тырчке в конце третьего раунда. И, как бы, ну, тут, чтобы перебить этот результат недостающего героя, я не знаю. Ну, тут надо Дону, чтобы сильно повезло. Так, ну, пока что, пока что присуждаем. Ну, как бы, в приоритете у нас сейчас будет Гриня. Вот. Ну, посмотрим, чем ответит Дон. Еще раз напомню. Мои оценки чисто субъективны. Вы можете писать свое мнение, ребята, в комментариях. Вот. Чтобы там не было. Это чисто такой фан. Это фан, друзья. Я думаю, там хозяева аккаунтов сами тоже между собой еще определяют, кто выиграл, кто победил. И сейчас у нас третий раунд. Вот, он закончится на аккаунте Дона. Мы тратим десятку. Друид. Наемный убийца. Князь Тыква. Так. Дальше. Студионистый. Уже, по сути, пятерку потратили. Пока что никаких намеков на то, что Дон сможет обойти Гриню. Ну, и что? Последняя там тысяча. Последняя тысяча. Последняя. Бульдозер. Вообще ни о чем результат. Просто, ну, тут уже реально без всяких угрызений совести отдаем. Отдаем, друзья, победу в третьем раунде непосредственно Гриню. Вот. Непосредственно Гриню. И переходим на его аккаунт, чтобы начать четвертый раунд. Ребята, счет у нас 2-1. То есть, по идее, по идее, как бы, если Гриня выиграет в этом раунде, будет счет 3-1. Уже его никаким образом игрок Дон не сможет догнать. Что бы там ни случилось, что бы там ни выпало. Сейчас ролем, по сути, до 15 тысяч. Давай. Влад Дракула у нас упал. Души губ. Ну, как бы, тоже такие герои. Вот. Не самые новые. Но тут в копилочку ничего, по сути, не падает. Такого интересного. Капитан Дрейк. Ну, три г... Ну, ладно. Опа! Богимен. Ну, как бы... Ну, хотя Богимен тоже. Ну, в принципе, здесь 4 героя. Два из них такие более или менее. Ну, у Капитана Дрейка еще на битве гильдии используют. Атлантикор. И... 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 Последнее все. Последнее 450. Ну, как бы, 4 героя. Не такие, знаешь. Ну, как бы, такой результат. Я думаю, Дону будет легко его, скажем так, улучшить и сравнять счет. Погнали на аккаунт Дона. Мы на аккаунте Дона тратим 10 тысяч, ребята, самоцветов. Ну, как бы, тут задача обогнать по результату. Хотя бы по количеству героев. Потому что, ну, в целом, там, у Гринни не падало нормальных героев. Вот, Варлок. Королева Оз. Ну, это что-то новенькое. Я не знаю, тут даже можно лишнее очко отдать. Ну, как бы, бесполезное, конечно. Но это новый герой. Слушай, тут уже, грубо говоря, 4 героя выпало, если не ошибаюсь. Вот, и по сути, счет примерно равен. Если тут выпадет еще один... Оу! Горгул и рыцарь. Ну, тут просто... Ну, Гринни, я думаю, фу ты, Дон забирает очко. Потому что, ну, тут... Опа, фоба! Нет, тут определенно... Я не думаю, что кто-то со мной будет спорить. Тут определенно Дон забирает... Забирает очко. Потому что, ну, героев выпало намного больше. Вот, и так как там не выпало какого-то суперполезного героя, там, из новых. А тут... Ну, тут тоже, ну... Там выпал полезный, теоретически, капитан Дрейк Старый. А здесь новая королева Оса бесполезная. Вот, но в целом тут по факту больше героев вылетело. Давай, все. Ну, я... Ну, хотите спорте, но тут очко я отдаю именно игроку под ником Дон. Итого у нас счет, ребята. 2-2. И сейчас переходим уже к финальному пятому раунду. Там, где будем тратить по 15 тысяч самосветов. Ну, единственное, что у Гринни... 13,5, потому что полторы тысячи мы оставляем. Но у него было на полторы тысячи, на тысяча шестьсот самосветов, грубо говоря, больше. И сейчас раунд пятый! У меня не получается такой голос. Не, я могу с хрипотой его, конечно, делать. Но мне просто жалко голос, потом разговаривать не могу. Короче, ребята, пятый раунд. Пишем в комментариях, за кого болеете. Гринни. Тратим 13... Ну, короче, надо оставить полторы тысячи самосветов. Но, по сути, да, последний раунд на 15 тысяч. Как бы, ну, тогда мы там при первых раундах на Гринни потратили больше самосветов. Давай. Ну, тут сейчас все решится, друзья. Тут сейчас все решится. Фея. Вот, фея. И как бы, и все. Ронин. Что-то полезное. Суккуб. Так, Орес. Суккуб. Фея. Вот. Ну, вот, единственное, что полезное было, это именно Ронин. Трифит. Слушай, ну, я, как бы... Если будет падать много и так же беспонтово, как на этом аккаунте у Дона, то, конечно, Валентина. То определять победителя будет достаточно трудно. Но субъективно. Вот. Так. Ну, давай один раз бьем. Последняя попытка. Шаман. Вот, оставляем 1600 самоцветов, как было изначально больше у Гринни. Что же у нас получается? Результат такой себе. Ну, выпало там героев 6-7. Ну, более-менее нормальный герой. Там, на самом деле, полезный. Выпал Ронин. Это, конечно же, плюс в копилочку Гринни. Ну, а теперь переходим на аккаунт Дона. Все-таки баланс. Это дело тонкое. И тут важно не переборщить и не перегнуть палку. Тут мы будем тратить самоцветы прямо до конца. И сейчас от Дона, по сути, все, ребят, зависит. Давай. 150. Наемный убийца. Тритон. Кристаллический эктоплазм. Рина. Ну, как бы ни о чем. Наемный убийца. Герои, я смотрю, здесь хуже падают, чем у Гринни. Ну, не то чтобы... Воу! Королева Гарпи Химера. Ну, меньше. Не то чтобы хуже, меньше. Ну, и хуже, да? Тут, как бы, даже сраным Ронином не пахнет. Эй, ну и шо? Где? Где? Вот если сейчас... Атлантикор, если сейчас выпадет какой-то новый крутой герой. Вот, тоже Трифит упал. То тогда, конечно, Дон обойдет. Я думаю, я ему тогда присужу победу в этом раунде. Валентина. Дама Холода! Вот, что... Ну, слушай. Там Ронин, здесь Дама Холода. Ну, как бы, просто она новая. Единственное, видишь, у Гринни не было Дамы Холода. А у него есть Дама Холода. Вот. Ну, как бы... Но, в принципе, в принципе, да, тоже надо... Можно сделать так, что, как будто бы у Дона тоже Дамы Холода не хватало. И тогда у них недостающих героев будет поровну. Но я, наверное, все-таки пока, ну, как бы склоняюсь отдать победу все-таки Дону. Потому что тут и Дама Холода выпала. Ну, посмотрим. Я не знаю. Я не знаю. Махатма. Ну, как бы, героев примерно одинаково выпало. Триант. И все-таки Дама Холода это более-менее новый герой. Фея Трифит. Ну, и что-то, Рыцарь. И последняя попытка. Слушайте. Слушайте, сложно. Слушайте, сложно. Но. Как бы, там что? Там Ронин выпал. А здесь Дама Холода. И, в принципе, так как у Гринни не хватает Дама Холода. Дамы Холода. То здесь Даму Холода можно отнести, ну, грубо говоря, тоже как к недостающим героям. Чтобы было более-менее справедливо. И, как бы, и тут герои тоже рассыпались в таком же количестве, как у Гринни. Но там Ронина, здесь Дама Холода. И, слушай. Ну, наверное, я все-таки отдам победу Дону в пятом решающем и заключительном раунде. Побеждает игрок под ником Дон. Аплодисменты, ребятушки и фейерверки. Вот такой вот ролик меня попросили записать подписчики. Ребятушки, я записал. Поздравляю Дона. Он выиграл миллион рублей. Я надеюсь, ему Грин в скором времени это выплатит. Мне мои обещанные 10% в виде 100 тысяч рублей. Все мы останемся счастливы, довольны. Я сделаю для вас розыгрыш в 5 тысяч рублей. Никто не обломается. Ладно, шучу. Это все мои несчастные фантазии. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо пацанам за то, что они тут организовались и захотели вот какой-то примерно похожий формат. Такого а-ля Роллинг Баттла. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, им понравится. К сожалению, конечно, выбили только одного недостающего героя. Это был игрок Гриня. Вот, вы пишите в комментариях, кому бы вы отдали победу. Всех целую в щечку. Вот. И всем пока. Лайк не забудьте поставить колокольчик. Проверите там спонсорскую подписку оформить. У-у-у. Лайк поставь. Что это? Лайк. Лайк поставь.